Возвести новые домики и постройки для садоводства или узаконить старые. Сейчас для дачников нескольких товариществ недалеко от Ракитовского шоссе это вызывает сложности. Некоторые дачные участки по генеральному плану города находятся в рекреационных зонах, которые запрещают любое строительство. Председатели садовых товариществ обратились к главе города, чтобы внести соответствующие изменения в генплан. Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов отметил, эта работа уже ведется, изменения внесут в этом году. Для этого председатели должны предоставить точные границы своих дачных участков. В этом году мы завершаем работу над новым генеральным планом города Самара. Все эти территории у нас войдут в зону садоводства. К концу этого года мы планируем генплан утвердить, летом планируем проведение публичных слушаний. К главе города обратилась и жительница микрорайона Орловский Светлана Лаврентьева. Это новый микрорайон в Красноглинском районе. Здесь земельные участки в черте города для дальнейшего строительства получают многодетные семьи. К микрорайону уже начали проводить коммуникации – электричество, канализацию, водовод, отопление и газ. Женщина попросила построить дорогу к микрорайону, развить социальную инфраструктуру, а также вывести лишний грунт, который остался после проведения коммуникаций. В качестве временной меры дорогу отсыпят асфальтной крошкой. Срезают с дороги асфальт, дробят и к вам отправляют. Пока идут ремонтные работы, мы будем вам отсыпать крошкой в вашей улице. Но опять определитесь по самым необходимым, по первоочередным. Также Светлана Лаврентьева выразила просьбу назвать улицы в будущем микрорайоне в честь тех, кто помогал многодетным семьям создать комфортные условия для проживания. Глава Самары предложила сначала узнать мнение людей, чьими именами хотят назвать улицы, как они сами к этому отнесутся, а также подумать об альтернативных вариантах, например, улицы детства и материнства. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов, Григорий Плешаков. События.